Здравствуйте! С вами программа «День города». Марина Комиссарова в студии в ближайшее время о событиях последней среды уходящего года в материалах моих коллег. Смотрите в сегодняшнем выпуске. Ностальгическое. В Кремле вспомнили, каким Новый год был в Советском Союзе. Быстрее, выше, сильнее. В городе открываются новые детские школы смешанных единоборств. Родители в панике. Зачем старшеклассникам нужны дополнительные проверочные работы? Каждый год российские школы ждут перемен. Сначала вводили ЕГЭ, потом, когда к этому привыкли, спешно добавили старшеклассникам обязательные сочинения. Те принялись вспоминать, что это вообще такое. В ГИА ОГЭ в девятых классах были экзамены по двум обязательным предметам. С 2016 года к ним прибавились еще два экзамена по выбору учеников. А с 2018 года у девятиклассников ожидается еще один обязательный экзамен по иностранному языку. Самые обсуждаемые сейчас возможные перемены в школьном образовании – это новые уроки православия. Все не так, как многим показалось. Расширение штата школьных психологов – давно пора. И введение в 11 классах всероссийских проверочных работ по неосновным предметам. Так школьники, учителя и родители в легкой панике. Всероссийские проверочные работы по пяти неосновным предметам нововведения, которые, как считается, станут для выпускников неким механизмом, направленным против натаскивания к ЕГЭ. По словам замруководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзора Музаева, в 11 классах в этом году проводится апробация. Участие в школах – добровольное. Более того, добровольно участвуют и сами ученики. Следует сказать, что для нашей сферы образования, российской сферы образования, это не новое. Ранее тоже были контрольные работы, были всегда. И сейчас они есть в наших образовательных организациях, но только лишь они задания в этих контрольных работах формируют сами образовательные организации. А всероссийские проверочные работы будут отличаться тем, что все задания, которые будут в них, они будут формироваться Федеральной службой по надзору в соответствии с федеральными образовательными стандартами. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что ВПР, которые в апреле-май 2017 года будут проведены для выпускников 11 класса в режиме, апробации не являются экзаменом. Ученики, их родители, учителя, конечно, забеспокоились, ведь ЕГЭ при этом никто не отменял. В результате так называемые натаскивания останутся. Только к ним прибавится подготовка по предметам, по которым выпускники не планируют сдавать госэкзамены. Многих интересует, в чем же смысл нововведения и зачем будущему филологу тратить часы и дни на решение задач по физике и химии. Или зачем будущим математикам сдавать географию, а музыкантам биологию. И все это за месяц до ЕГЭ. Решение по участию во всероссийских проверочных работах принимает сама образовательная организация. Но, надо сказать, что если действительно грамотный, профессиональный руководитель в образовательной организации, то, конечно же, ему очень важно знать состояние дел в своей образовательной организации. И вот всероссийские проверочные работы как раз являются таким механизмом. Это будут обычные итоговые работы, результаты которых не будут учитываться при выставлении годовых отметок по предметам или при получении аттестата о среднем общем образовании. Ребятам ни в коем случае не стоит волноваться. Нужно только учиться в нормальном режиме, как обычно готовиться. То есть это такие же контрольные работы. Они у нас в 2017 году будут проходить в режиме апробации. Это значит, что их результаты не будут заноситься в аттестат. Это не государственная итоговая аттестация. То есть родители могут вполне спокойно к этому относиться. Но узнав результаты, родители как раз получают ту нужную информацию о своей образовательной организации, какие именно знания школа дала конкретно их ребенку. Федеральный институт педагогических измерений уже опубликовал образцы всероссийских проверочных работ для 11-классников по биологии, географии, истории, химии и физике. Приоритет отдается заданиям со свободным ответом в виде числа, слова, нескольких слов, заданиям с развернутым ответом, в которых необходимо написать связанный текст из нескольких предложений. Широко используются контекстные задания, в которых часть информации, необходимой для ответа на вопрос, приводится в тексте задания. При выполнении ВПР будет разрешено использовать различные справочные материалы, например, атласы по географии, справочные таблицы по физике и химии. Все ВПР рассчитаны на выполнение в течение 90 минут. В Рязани установили обязательный бесплатный временной отрезок на платных парковках, прилегающих к железнодорожным и автовокзалам. Городская дума приняла соответствующее решение во вторник, 27 декабря. Депутаты ввели бесплатное время пользования – 15 минут. Напомним, инициатором решения стал председатель думского имущественного комитета Роман Худяков. Эпопея с парковкой возле вокзала «Рязань-1» длится уже больше года. Изначально после объявления ее платной водителям предоставляли 15 бесплатных минут для посадки и высадки пассажиров. В середине апреля текущего года эти бесплатные 15 минут ожидания отменили. Паркинг стал полностью платным. Как объясняли инициаторы таких перемен – из-за путаницы и неразберихи между водителями. За первые 4 часа нахождения на стоянке автомобилисты платили по 20 рублей в час. От 5 до 9 часов – 100 рублей, одни сутки – 190 рублей, 15 суток – 1300, а месяц – 2000 рублей. Машина экстренных служб разрешалась заезжать на парковку бесплатно. В преддверии Нового года депутаты решили порадовать автомобилистов хорошими новостями и вернули бесплатные 15 минут ожидания. Нелегальная миграция является одним из серьезных вызовов сегодняшнего дня. А противодействие этому явлению стало одним из актуальных направлений работы миграционных органов. Неурегулированный правовой статус прежде всего наносит ущерб самим мигрантам, приводя к тому, что они стремятся минимизировать свои контакты с государственными структурами, оказываются не в состоянии защитить себя в отношениях с работодателями и посредниками, при трудоустройстве и фактически становятся современными рабами. В Рязани регулярно проводятся мероприятия по борьбе с этим явлением. Выдворение мигрантов – одна из мер, которые применяют к нелегально находящимся на территории Российской Федерации иностранным гражданам. Работа по выявлению таковых сложная и объемная, ведется в тесной взаимосвязи ведомств, правоохранительных органов и спецслужб. Только за 2016 год выдворено порядка 500 нелегальных мигрантов из Рязанской области. Теперь в течение пяти лет они не имеют права въезжать на территорию Российской Федерации. Основная задача – это выдворение иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство. И сегодня выдворяет наш специализированное отдел оперативного дежурства, группа быстрого реагирования. Порядка 20 человек будет сегодня выдворять. Проблема незаконной миграции довольно серьезная, поэтому и внимание борьбе с нелегалами уделяется очень тщательное. Нелегальные мигранты стараются как можно меньше общаться с населением. В результате возникают национальные анклавы, внутри которых часто встречаются криминальные, в том числе экстремистские проявления. Необходимость противодействия незаконной миграции обусловлена еще и тем, что это явление связано с такими опасными проявлениями противоправной деятельности, как терроризм, незаконный оборот оружия и наркотиков, рабство и торговля людьми. Конечно же, незаконные мигранты не платят налогов. Наша задача сопроводить выдворяемых до границы и передать таможенной службе ФСБ. В принимающих государствах прослеживаются два подхода к преодолению негативных последствий этого явления. Первый состоит в основном в предоставлении возможностей для легализации незаконных мигрантов их отдельных категорий. Второй подход направлен на ужесточение процедур въезда и пребывания в стране, а также на репрессивную работу миграционных органов. Смешанные боевые искусства, возможно, не самый известный в мире спорт, но очень динамично развивающийся. ММА сочетает в себе множество техник, школ и направлений единоборств. По ошибке этот вид спорта подменяют понятием «бои без правил», что не соответствует истине. В ММА есть свои правила и техники безопасности. В широких кругах мало кто четко знает, что такое ММА. Но даже в обычном разделе, где печатаются последние новости спорта, на любом сайте можно встретить публикации на тему смешанных боевых искусств. О том, что вид спорта развивается, свидетельствует возникновение детских спортивных школ ММА. Смешанные единоборства в России развивались несколько хаотично, в отличие от, например, Японии или Америки. Только четыре года назад, 26 сентября 2012 года, комиссия Министерства спорта Российской Федерации признала ММА в России отдельным видом спорта. С тех пор в нашей стране к смешанным единоборствам сформировалось серьезное отношение, как к сложному виду спорта, требующему не вложения денег, а систематических упорных тренировок. Клуб арта специализируется в основном на смешанных единоборствах. Но так как я считаю, я и наши руководства считают, и в принципе в стране тенденция такая, что смешанные единоборства – это достаточно возрастной вид спорта. Соответственно, имеет смысл детей отдавать сначала в какие-то прикладные базовые виды спорта. Это конкретно как раз является из ударных видов – это бокс, кикбоксинг, и, соответственно, из борцовских дисциплин, такие как грэплинг и бразильский джиу-джитсу. То есть все эти дисциплины у нас представлены в зале. ММА развивается в двух направлениях – в ударной и борцовской технике. Но для улучшения эстетики, динамики и результативности боя смешанное искусство использует приемы единоборств в традиционных направлениях. Не только каратэ, но и кикбоксинг, а также дзюдо, самбо, джиу-джитсу привнесли в смешанные единоборства свои стили и приемы. Для тех людей, которые, ну, родители, возможно, которые переживают за своих детей, что якобы получат какие-то травмы, ну, во-первых, хочется для статистики сказать, что самые травмоопасные виды спорта, никого я не хочу, конечно, как говорится, уличить в каких-то там, на таких негативных моментах. Это игровые виды спорта, как ни странно. Баскетбол, волейбол, футбол. Борьба, непосредственно единоборство – это такой вид спорта, где, выполняя инструкции тренеров, ну, фактически сводится к минимуму травмы. Четкая система тренировок и техник защиты позволяют в настоящее время тренироваться с детского и подросткового возраста. Клуб смешанных единоборств арта, изначально появившийся благодаря энтузиазму спортсменов, которые ныне широко известны в кругах профессионалов, за время своего существования окрепы сегодня расширяют границы. Открыты детские и подростковые группы, что уже свидетельствуют о новом шаге в развитии спорта в городе. Тренировки для ребят проходят под руководством ведущих спортсменов, и процесс подготовки будущих чемпионов весьма суров. Я бы рекомендовал вначале на борьбу сходить, а потом на бокс войти. Я пока на борьбу хожу, а потом, может быть, пойду на бокс. Когда я закончу заниматься борьбой, я пойду заниматься микс-флайтом ММА. Я знаю, что если на меня, например, нападут, я что-нибудь сделаю. Самооборона. И на соревнованиях я... Мнение о том, что ММА – это исключительно жестокое шоу, а вовсе не спорт, опровергается из года в год. Популярность смешанные единоборства набирают и среди девчонок. Ну, некоторые боятся приходить в зал, там, из-за того, что все-таки борьба, там, ну, какой-то другой спорт такой взять. Все-таки девочка не должна заниматься, ничего не надо бояться. Если ты решил, нужно идти и делать. Все получится, все достижимо. Заниматься можно начинать в любом возрасте. Стоит только помнить, что постижение боевых искусств – задача непростая. Требует силы характера, выносливости и готовности к напряженной работе над собой. В последнее время в Рязанской области созданы все условия для развития ММА. Активную деятельность в поддержке и продвижении вида спорта начала областная федерация ММА до недавних пор довольно пассивная. Сами спортсмены развитию рады и утверждают, что это только начало. Главной задачей госавтоинспекции всегда было сохранение безопасности на дорогах. И одним из методов профилактики нарушений – лучше выбирать воспитание самого маленького возраста ответственности. Поэтому работа с детьми всегда была важной составляющей пропагандистской работы ГИБДД. В преддверии Нового года сотрудники традиционно провели особенную елку для самых маленьких горожан. Подобные утренники сотрудники госавтоинспекции проводят ежегодно. И это очень эффективный способ донести до ребят основы правил дорожного движения. В преддверии Нового года сотрудники госавтоинспекции необычным образом напоминают детям о соблюдении требований правил дорожного движения. Стала уже хорошей традицией накануне Нового года вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными персонажами вместе с сотрудником госавтоинспекции проводить утренник для детишек. Ну, основная цель это, конечно, чтобы зимние каникулы у детей прошли безопасно. Ну и вот в развлекательной и игровой форме мы напоминаем о требованиях правил дорожного движения. Конкурсы, игры, сказочные персонажи – все это не может не нравиться детям. Почему бы не сочетать приятное с полезным и заодно заложить в сознание малышей те простые правила, которые смогут многим сохранить жизни и здоровье впоследствии. Это зебры на дороге, я нисколько не боюсь. Если все вокруг в порядке, по полоскам я опущусь. Что это? Молодцы, все знаете, пешеходный переход, пешеходный переход, замечательно. Яркие воспоминания детства у многих из нас связаны с Новым годом, запахом мандаринов и елки, с долгожданными подарками от Деда Мороза и Снегурочки. Теплую ностальгию сегодня вызывают старые елочные игрушки, открытки советских времен, карнавальные костюмы, добрые комедии и песни из советского прошлого. Вспомнить, как отмечали любимый семейный праздник в Советском Союзе, помогут экспонаты выставки, которая в преддверии праздника открылась в Рязанском Кремле. У многих из нас были похожие игрушки, а под елками стояли точно такие же Снегурочки и Деда Мороза. Тогда мы с нетерпением ждали Нового года и знали, что обязательно произойдет чудо, и главный новогодний волшебник обязательно оставит подарок под красавицей елкой. Погрузиться в волшебную атмосферу светлого прошлого сегодня предлагает историк архитектурный музей-заповедник Рязанский Кремль. Здесь вам обязательно покажут, в каких карнавальных костюмах детей отводили на утренники, расскажут историю новогодних елок и елочных игрушек. Самые ранние игрушки у нас находятся в бедрине. Это игрушки, выполненные в основном из ваты, такие простые игрушки. Далее появляются игрушки, ведь изначально праздновали Рождество, то есть какая-то рождественская тематика. Потом пошли игрушки уже советского периода со звездами, серпом молот изображен. Потом покорение космоса тоже, как бы космонавты, игрушки елочные с игрушками космонавтов. У нас очень много Дед Морозов представлено различных периодов, и из папье-маше, и из ваты, и из пластмассы. То есть это тоже вот, ну я думаю, что все игрушки, они как бы имеют свою какую-то ценность, и они рассказывают нам об истории бытования того периода, в котором они и использовались. Кроме того, это не просто выставка, а выставка интерактивная. Здесь можно примерить различные костюмы, сфотографироваться в них, угадать, какие продукты были на новогоднем столе в советское время, и даже своими руками сделать праздничный сувенир, который украсит вот эту елку. Семья или ребенок отдельно, или родители могут прийти, сделать поделку своими руками. Алгоритм мы подаем, для этого у нас есть вот такие плакаты, то есть люди могут от чего-то оттолкнуться, посмотреть, что можно из этого сделать. Это может быть большое количество разнообразных скульптур с использованием природного материала. Это могут быть открытки, это могут быть какие-то фонарики, флажки, то есть все-все-все, все что угодно. И в дальнейшем эти люди, сделавшие такие поделки своими руками, они принимают участие в конкурсе «Украсть нашу елочку». Интерактивная выставка «Елка» в СССР будет работать до 15 января. Даже в новогодние праздники с 10 до 18 часов вас будут встречать Дед Мороз, Снегурочка и сотрудники музея, которые кому-то напомнят, а кому-то расскажут, как же праздновался Новый год в советское время. На этом все новости на сегодня. Я поздравляю вас с наступающим Новым годом. Пусть праздничные дни порадуют сказочной погодой и теплом близких людей. Увидимся в следующем году. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»